Добрый вечер, дорогие друзья! В так называемой пищевой цепочке человек занимает высшее привилегированное положение, потому что пищу эту сам для себя и производит. Что пожуешь, то и поживешь, справедливо считали издавна. Что укусишь, то и подтянешь. А укусить в нашей вятской стороне всегда было чего своего. На вятке никто с голоду не умирал. Потому и считается верным лозунг «покупайте вятские продукты». А одним из предприятий, которые таковы и производят, является торговый дом «СМК Торг», работающий в поселке Сидоровка под Кировом. Несмотря на периферийное месторасположение, основное производство Сидоровской мясной компании представляет из себя компактное, отлаженное механизированное предприятие. Трудясь во имя сытости своих земляков, Сидоровцы обеспечивают занятость местных сельхозпроизводителей, закупая у них качественное исходное сырье. Сложились и крепкие отношения с поставщиками сырья. Это ближайшее хозяйство вятские поляны, Налинск, Куржум, Суна. То есть имеется свой цех обвалки жиловки мяса. И сюда уже поступает мясо по сортам. Говядина, свинина. Добавляя остальные компоненты, в соответствии с рецептурой, мы уже и готовим из них пельмешки. Поговорка о мучке и ручках давно образно и предметно указывает на значимость порядочности, ответственности и мастерства в таком важном и деликатном деле, как производство пищевой продукции. Надлежащий результат может обеспечить слаженный коллектив искусственных, совестливых, опытных работников. Люди у нас очень понимающие, никогда нам не отказывали, например, в том, чтобы выйти дополнительно поработать, когда у нас есть в этом производственная необходимость какая-то. Люди действительно как бы с душой относятся к работе, и это видно по нашему товару, потому что пельмени у нас действительно очень вкусные. Я думаю, и благодаря им, потому что то, что сделано с душой, оно как бы намного вкуснее, чем куда люди не вложили кусочек своего тепла. От вас зависит, чтобы язык проглатывал потребитель? Очень много зависит. Что вы для этого делаете? Чтобы этот самый фарш был хороший, этот самый лишний, чтобы соли не добавила, перцы, чтобы лишнего не добавила. Нравится мне очень моя работа. Если бы она не нравилась бы, она не работала бы. Стараюсь вкладывать душу в эту работу, что людям нравилось, пельмени. Ручная лепка, ручное производство, оно улучшает вкус продукции, так ведь? Так, улучшает, да. Расскажите о людях, которые этим занимаются. Так, коллектив у нас очень сплоченный, хороший. Все женщины трудолюбивые. 11-й год работаем. Да, рецептура у нас, как бы все по рецептуре делается, как бы принимается сырье, и только все честно и качественно. Есть ли разница между пельменями, ручной лепкой и машинной? Конечно, очень большая разница. А в чем она состоит? Ручные пельмени делаются с душой, а машинные, естественно, машины. Какова производительность ваша за смену? За смену 190 килограмм. Это много? Это нормально. Ассортимент продукции очень обширный, значит, более наименований 50-ти, наверное, мы имеем, но отдельно они делятся на группы, то есть это мясосодержащие рубленые полуфабрикаты, к ним относятся котлеты московские, шницеля, относятся, значит, домашние котлетки, бифштексы, голубцы домашние, сельские. К рубленым полуфабрикатам относятся фарш. Имеем 4 вида фарша. Это фарш для начинки из говядины, свиной фарш любительский, и фарш для бифштексов. Порционные полуфабрикаты, к ним относятся гуляш, свиной гуляш говяжий, поджарка из свинины, из говядины. Есть в ассортименте антрикоты, эскалопы. Имеем группу полуфабрикатов в тесте. Это хинкали, пельмени, а пельмени у нас, значит, наименований около 20 и выше. В данный момент мы разрабатываем еще 4 наименования пельменей. И скоро покупатели увидят их на прилавках наших магазинов. Это пельмени таежные, вятские, кремлевские и фирменные. Чебуреки, конечно, наш очень козырный такой продукт, которого и не хватает, и пользоваться спросом, и заявки дают, и мы делаем, делаем, делаем. Какова система контроля качества на вашем предприятии? На каждом этапе поступления сырья в цех идет контрольная проверка сырья. То есть мы визуально осматриваем, принимаем, взвешиваем сырье. И на выходе готовой продукции уже, конечно, у нас по программе производственного контроля сдается продукция на лабораторное исследование органов стандартизации. Все девочки работают с душой, с желанием, и настроение, ну, не выносим сюда, то есть все где-то, что-то оставляем, а здесь у нас очень хорошая душевная обстановка. Какую оценку получаете вы в ответ на реализованную вами продукцию? В основном покупатели у нас постоянные, и, значит, приходят, и говорят, что да, мы хотим, мы желаем взять, попробовать вашу продукцию, а кто попробовал ее раз, идут, постоянно и берут. В городе Кирове у нас такие сети, как Самобранка, представлены оптовые базы города Кирова, такие, как Вятская мясная компания, Вятбакалея и подобные. Представляет наши интересы такая компания, как Морозка Плюс. Данный вид продукции предоставлены в нашем магазине, это, значит, пельмени, котлеты, чебуреки, и пользуются спросом у покупателей. У покупателей приход не один, приход два раза за ним, три раза, им очень нравится данный вид продукции. Ну, я выбираю пельмешки для всей семьи и решила взять СМК Турк. Каким образом вы о них узнали? Ну, мне посоветовала мама, и как бы мы один раз попробовали, нам очень понравилось. Ну, начинали мы наше производство где-то примерно с 4-5 тонн пельменей в месяц. Сейчас у нас производительность достигла уже около 20 тонн в месяц, и, в принципе, мы с успехом это все сбываем на рынке Кирова и Коми. Зарплата у нас всегда выплачивается вовремя, зарплата периодически у нас индексируется и повышается. Несмотря на то, что у нас производство ручное, мы все равно конкурентоспособны, и наш товар представлен достаточно в нашем регионе, а также в республике Коми, в частности. Приобретаем новое оборудование потихоньку, модернизируемся, ну, естественно, как небольшое производство, но вот планируем поменять холодильное оборудование на Сидоровке, потому что оно уже у нас морально устарело и очень энергоемкое. Идет проработка дизайнерской презентабельной упаковки, и, значит, будем покупать современное оборудование, клипсатор, и уже пакетики у нас сменят товарный вид и будут, я думаю, приглядные покупателям. Я не считаю, что наши производители хуже, чем производители из других регионов. Во-вторых, я все-таки считаю, что чем ближе товар произведен, тем он более как бы качественный, и тем он, действительно, сроки реализации имеют какое-то значение, тем более для скоропортящихся продуктов. И, кроме того, если будут покупать вятское, значит, соответственно, будут работать наши вятские предприятия, то есть будут налоги в наш местный бюджет, соответственно, наши местные нужды будут удовлетворяться лучше и более качественно. Все у нас, в принципе, неплохо на данный момент, и впереди, я надеюсь, что нас ждет только светлое будущее, что мы будем дальше радовать наших земляков нашей продукцией, что мы дальше будем сотрудничать с нашими партнерами, и что наши работники будут с нами и в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин